Всем привет, друзья! Сегодня у нас 20 января. Мы сегодня будем сажать с вами петунию гранулированную вот в такие вот кассеты. Вот такая одна кассета занимает 100 ячейок. Ячейки очень хорошие, 3 на 3 сантиметра. Можно использовать чуть пошире, чуть поуже, это не важно. Самое главное, если вы хотите, чтобы посадить петунию семенами, посеять петунию семенами и не пикировать при этом, то я вам советую сажать, начинать посев петуни где-то с 1 марта и можно также до 15-20 марта сеять, если вы хотите не пикировать. То есть мы разлаживаем семена по центру, гранулированные, вот такие вот. Немножечко после этого, когда вы раскидали семена, вы немножечко вот так прижимаете семечку, чтобы корни семечки сразу начали уходить в наш грунт. Вот таким образом. Грунт мы используем вот такую садовую землю. Она уже содержит в себе все необходимые элементы, это азот, фосфор, калий и так далее. Все, вся земля у нас сбалансированная, она у нас покупная, каждый год мы ею пользуемся. Советуем вам также сажать петунию только в покупную землю. В покупной земле вся земля просыхает очень быстро, не развивается черноножка, не плеснеет. Но если, конечно, вы при этом ее проветриваете ежедневно, то никакой плесени на ней не собирается. После... Как сажать, как сеять семена в такие вот кассетки? Надо засыпать кассеты с землей, немножко ее утрамбовать, вот так пальчиками, чтобы не создавалась пустоты. Вот она должна немножечко уйти вниз, немножечко уйти вниз земля, чтобы у нас получился вот такой вот бортик. После этого землю необходимо полностью хорошо пробрызнуть, хорошо вот таким вот методом, чтобы земля напиталась влагой, чтобы во влажных условиях прорастала наша семечка. После того, как мы разложили вот так семена и утрамбовали, мы берем пленочку, пленочку, укрываем полностью нашу кассету. Вот так вот укрыли и поставили в теплое место. Желательно это, если вы используете, можно на кухне ставить, где температура 20-25 градусов, на освещенное место. Можно под вот такую лампочку ставить. Очень хорошо прорастают семена, если будет теплая температура 20-25 градусов. Сходы появляются примерно на пятый день, но пленочку нужно постоянно, каждый день переворачивать. Если вы заметили, что где-то начинает, например, большая сырость скапливаться, то нужно обязательно проветривать в течение часа хотя бы каждый день. Которые капли будут собираться на пленке, также они губительны для наших семян. Мы переворачиваем примерно 2-3 раза в день. Ну все, на этом пока все. Всего доброго вам. Так, еще раз всем привет, друзья. Сегодня у нас уже 5 февраля. Мы сажали, сеяли семена петуни, значит, призмы 20 января. Сегодня уже 2 недели, как взошли у нас наши всходы. Вот, посмотрите, одна семечка так и не взошла. А так, в основном, все семена проросли очень хорошо. И вот второе место, тоже ячейка пустая, так и не взошла семечка. У нас получается 2 потери. Ну, такое бывает, все семечки не может 100% результата быть. Иногда, конечно, бывает не 2 семечки, бывает 10 даже не всходят. Ну, нам сегодня повезло. У нас вся рассада, обратите внимание, рассада петуни очень крепкая. Уже появляются первые и вторые листики. Мы ее будем скоро пикировать, потому что сажаем мы рано. Я еще раз хочу сказать, кто хочет не пикировать, надо сажать примерно с марта месяца начинать. Это значит у нас с 15 марта, если вы посеете, месяца разовьется кустик, после этого вы вытащите этот кустик и посадите уже в непосредственное место, где она будет у вас свисти, расти все лето, до самых заморозков. Ну, на этом пока все. Всем удачи, подписывайтесь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok